Я знаю зачем Иду по земле Мне будет легко Улетать Это цитата одного из моих любимых поэтов-песенников Александра Башлачева Она является неким маяком в моем жизненном пространстве Однако так было не всегда Не всегда я знал, зачем иду по земле В чем мое предназначение В 2008 году я стоял на пороге новой студенческой жизни У мамы не было тогда еще возможности учить меня в другом городе И решение уйти после 9 класса было принято мною для того, чтобы побыстрее обрести специальность И стать скорее опорой в семье, а не обузой Специальность я, на мой взгляд, выбрал практичную Строительство, эксплуатация зданий и сооружений Она позволяла не привязываться к местности И найти работу в любом месте, куда бы меня не закинула судьба За 4 года благодаря прекрасным педагогам я получил Хороший багаж знаний в техническом направлении Что очень сильно потом помогло мне в жизни Высшее образование я получал по тому же профилю Так как в 2012 году я еще не знал, с чем свяжу свою жизнь Да, у меня уже была специальность Однако я не нашел еще то место, где хотел бы работать А работать было нужно, так как денег семье не хватало Однако здесь немного прервемся И я расскажу вам, в чем была сложность Помимо того, что во мне поселился строитель С ним еще и соседствовал музыкант Я с детства люблю музыку И первая группа, с которой я осознанно познакомился Была группа Queen Уникальный вокал Фредди Меркери Прекрасный, узнаваемый из любого источника звука Соло Брайна Мэя Пульсирующий ритмичные партии от ритм-секции Джона Дикона и Роджера Тейлора Все это я понимаю сейчас А тогда в детстве мне просто нравилось После этого я познакомился с отечественной рок-музыкой И понял, что в песнях, помимо красивых аранжировок Могут быть еще вполне себе понятные, интересные, метафоричные, загадочные А иногда и просто о жизни тексты Именно в это время я принял решение учиться играть на гитаре Так как хотел донести до своих друзей Те песни, ту музыку, которую слушаю, которая мне нравится Ведь согласитесь, одно дело, когда ты включаешь музыку Ну, на тот момент с плеера А другое дело, когда ты берешь инструмент, садишься и играешь И здесь мы с вами перенесемся опять в 2012 год В Дом детского творчества требовался звукорежиссер Я пришел на собеседование и меня утвердили И вот с тех пор я работаю в этом месте И тружу здесь уже восьмой год Но обо всем по порядку Для того, чтобы преподавать, я прошел курсы профпереподготовки И в теории мне все было понятно Однако на практике все оказалось гораздо сложнее И я искренне благодарен тем ребятам, которые пришли в мой первый набор Они учились у меня, а я учился у них Через них я начал познавать педагогику И знаете, мне понравилось Понравилось то, что еще в начале года ребенок, который не знал, с какой стороны брать ему гитару В конце года уже начинал придумывать гармонии к своим собственным песням Мы вместе создавали что-то новое За семь лет я помог вырасти семи музыкальным коллективам И восьмое действует на данный момент Ночь в музее, библионочь, различные городские мероприятия, выпускные, творческие встречи Это все лишь небольшая часть наших ежегодных выступлений Ребята активно участвуют в городских, районных и окружных мероприятиях Я помню свои корни и стараюсь давать ребятам хорошую техническую базу Ведь в наш век цифровых компьютерных технологий Музыкант и компьютер, они неразрывно связаны И моя задача сделать так, чтобы ребята чувствовали себя в этой среде комфортно Время стремительно бежит вперед И появляются все новые и новые сферы деятельности И одна из таких сфер это благосфера Мама с детства научила меня самостоятельно искать ответы на мои вопросы И если раньше это были какие-то энциклопедии, книги То впоследствии, ближе к 2005 году, это уже был и интернет Который начал заходить потихоньку в квартиры нашего города С детства я любил работать с информацией И мне очень нравилось постоянно узнавать что-то новое Рассказывать своим знакомым, удивлять их И именно этот интерес привел меня сперва в музыку, а затем и в педагогику Именно этот же интерес и побудил меня Открыть в 2016 году на базе Дома детского творчества блогерское направление Видя, что качество исходящего от современного поколения контента Ну, скажем прямо, оставляет желать лучшего Я понял, что я могу, благодаря своим знаниям Хотя бы локально, вокруг себя, изменить ситуацию Здесь я руководствовался двумя своими основными жизненными принципами Не можешь победить, возглавь И если хочешь, чтобы вокруг тебя стало хорошо Начни делать сам И здесь снова дети учились у меня А я учился у них Ведь одно дело, это тренды ютуба А другое, вот они, дети На протяжении трех лет я постоянно работал над программой, занятиями Что-то менял, переделывал Когда видел, что ход урока не дает того результата, который нужен мне Я садился, анализировал, делал выводы, менял И таким образом выверял вот тот самый правильный подход Все это привело к тому, что на первом году обучения ребята просто выкладывали свои ролики на всем известном видеохостинге На второй год обучения мы уже запустили акцию «Влог Бессмертный полк» Цикл роликов, в котором ребята рассказывали о своих родных, заставших события Великой Отечественной войны Они работали с архивными документами на сайте «Память народа» Они общались со своими родными И после всего этого сбора информации садились за компьютеры и приступали к видеопроизводству В этом году некоторые из ребят отправили свои работы на окружной исследовательский конкурс по родословной Работу одного из моих учеников отметила жюри, Максим занял второе место Помимо того, что он снял довольно интересный фильм о своих родных, ему удалось собрать много информации Он еще и взял интервью у своей прабабушки, которая ребенком была эвакуирована из Ленинграда Этот цикл, это большая работа, и причем работа не только с учениками, а еще и с родителями, и с педагогами Которые периодически обращаются ко мне за помощью в сборе информации И благодаря вот таким работам, вот таким детям я сам постоянно учусь И именно за это я очень люблю свою работу и то, что я делаю Мне удается показать ребятам, что их увлечение, музыка или блог, это не просто хобби в первом случае И какое-то баловство во втором, а еще и отличный инструмент для самообразования Который позволяет им рассказать о своей деятельности, о своей жизни О том, за что они переживают и что их увлекает другим людям А самое главное при этом еще и научить их чему-то Я сам своим примером стараюсь ребятам показывать то, что благодаря своим увлечениям И своим рассказам об этих увлечениях можно найти единомышленников Например, я круглогодично передвигаюсь на велосипеде И если летом ни у кого не возникает вопросов по этому поводу То зимой, поверьте, они поступают регулярно И после создания ролика о зимней велоезде Нашем полку велосипедистов прибыло И у людей в целом, те, кто посмотрел ролик У них начало меняться отношение к велотранспорту И они поняли, что их любимый летний транспорт может вполне себе быть и зимним Благодаря своей работе я сделал много важного и для себя В 2018 году в рамках своего музыкального проекта «Новый порт» Я записал песню на стихи Саши Башлачева Совместно с одним из моих кумиров из мира музыки Александром Чернецким Группа «Разные люди» Это песня «Время колокольчиков», в которой я сделал собственную аранжировку И мы вместе с Александром Владимировичем исполнили вокальные партии И вроде, из-за электричества шапки всех Иронить и скончат средства пляс Словное язычество я люблю Время колокольчиков В 2019 году я снял большой документальный фильм о своих родных Которые застали события Великой Отечественной войны И я искренне благодарен бабушке и моей маме за то, что помимо огромного количества фотографий Они еще и смогли сохранить в своей памяти историю нашей семьи И благодаря вот этому фильму ее узнают теперь другие поколения И самое главное для меня поколение нашей семьи Осенью 2019 года я начал работать с известным в России И за ее пределами историком Егором Николаевичем Яковлевым Я делаю документальный фильм по его исторической монографии «Война на уничтожение» Эта книга, она очень сильно впечатлила меня Она была первой ступенькой на пути изучения, исследования Самых страшных, тяжелых и, на мой взгляд, трагичных событий 20 века Я написал Егору Николаевичу письмо с просьбой дать разрешение На производство документального фильма по его книге И Егор Николаевич дал добро И сейчас, на данный момент, отснят уже весь материал с моим участием Записано две трети закадрового текста с приглашенными дикторами И на данный момент я веду работу по сбору материалов и документов Процесс видеопроизводства перешел уже первую главу Так что ждите, будет интересно Параллельно со своей педагогической деятельностью Я активно работаю с нашей городской библиотекой Которая является крупным филиалом президентской библиотеки в Югре Я систематически провожу мастер-классы для коллег и педагогов А также прихожу в качестве гостя на творческие вечера И различные встречи с юными ребятами и с подростками Крайняя встреча состоялась 24 января в рамках проекта «Вирус успеха» У нас с ребятами состоялась довольно бурная живая беседа Они активно задавали вопросы, мы обсуждали различные темы Мне было интересно общаться с ними и отвечать на эти самые вопросы И в целом такой формат живого общения, он очень интересный И я рад, что библиотека его запустила И мне удается в этом участвовать В ноябре в библиотеке была проведена международная онлайн-конференция С городом Брестом и представителями русского общества В ходе беседы мы договорились с ними о совместной работе У меня родилась идея создания цикла роликов о начале Великой Отечественной войны Нам всем известна дата, когда к нам пришел неприятель – 22 июня И уже благодаря науке истории известно очень много о том, что происходило в те 30 дней, когда оборонялась крепость И идея заключается в том, чтобы создать цикл роликов, который будет отображать по дням события, которые происходили Один ролик – один день И возвращаясь к библиотеке, хочу сказать, что в ней есть довольно большой краеведческий архив И параллельно с работой над документальным фильмом по книге Егора Николаевича Я еще начал разработку нового цикла фильмов, который будет рассказывать об освоении нашего северного края Он будет состоять из трех фильмов Первый фильм – это освоение севера в советский период Второй фильм – это фильм о том, как закладывался, формировался и рос мой родной Нефтьюганск И третий фильм – это фильм о Нефтьюганске, о том, какие я вижу перспективы в своем городе на данный момент Мой опыт, мои наработки в сфере дополнительного образования можно применять в любом образовательном сегменте Это может быть как внеурочная деятельность в школах, так и полноценные образовательные программы в рамках дополнительного образования А также мастер-классы, творческие вечера, различные мастерские в рамках частных образовательных учреждений и учреждений культуры Мой опыт – он открыт для вас, и я открыт для общения и совместной работы в рамках своих возможностей Анализируя проделанную работу и смотря на ту работу, которую я делаю сейчас, я твёрдо могу сказать, я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать.